В свой визит в онкогематологическое отделение Вячеслав Гладков начал с главного вопроса. Есть ли у врачей потребности в оборудовании? В отделении проведён капитальный ремонт. Сейчас здесь работают 32 койки. Необходимость в дополнительном оснащении, отмечает главный врач Татьяна Бурлуцкая, всё же имеется. Это наркозно-дыхательный аппарат и портативный аппарат УЗИ. Мы своих деток перевозим через коридор, через дополнительные контакты с детьми, для того, чтобы провести УЗИ-исследование. В идеале, это должен быть портативный аппарат, днём и ночью, чтобы можно было посмотреть. У вас сейчас время? Я думаю, что сейчас мы как раз вносим изменение в бюджет. И вот мне что нужно? Мне нужно сегодня директор департамента письмо, и мы тогда включим. Глава региона спросил о самочувствии и маленьких пациентов. 7-летний староосколец Максим Желяков на стационарном лечении с октября. Уже прошёл 4 курса химиотерапии. Поделился с Вячеславом Гладковым планами после выписки. Чем будешь заниматься дома? Буду заниматься дома. Урольки делать, ну и играть с братиком. У тебя братик старший или младший? Младший. Младший? Сколько же ему лет? Ему 3 года. Максим борется с онкологией и лимфосистемой третьей стадии. Прогнозы на выздоровление хорошие. Хотя ещё в октябре семье казалось, что рухнул мир. Особенно, когда узнали, что заболевание редкое и детям не свойственно. Один случай на миллион. Взяли нас здесь с подозрением на аппендицит. Но при проведении операции выяснилось, что там даже не аппендицит. Вот что там опухоль. Так качественная. Первое, о чём подумала, что все ошиблись. Что такого быть не может. Что как угодно, только вот... Только не это. А сейчас как-то уже такое отношение. Ну, другого и не хочется иметь. Отношение как к болезни. Мы как бы все родственники. И я тоже. Мы относимся к этому исключительно как к болезни, которую сейчас вылечим, и она пройдёт. Всё будет хорошо. Сейчас в этом уверены и мама, и Максим. А силы мальчику придаёт любимый супергерой Бентен. Всесильный, которого невозможно победить. Как и самого Максима. Как ты сейчас себя чувствуешь? Нормально. Чувствую, ну, как птица в полёте. Прям не знаю, как сказать даже. Долгоиграющие планы какие вообще? Кем мечтаешь быть? Мечтаю быть программируемым. Программистом? Программистом, то есть. А почему программистом? Потому что зарабатывать много, очень денег буду. Ну, поженюсь, построю дом, машину куплю. Буду зарабатывать, детей рожу. В ходе визита в онкогематологическое отделение глава региона Вячеслав Гладков интересовался и статистикой. За 2020 год был зафиксирован небольшой прирост детской заболеваемости онкологии, как и в России и в мире. В Белгородской области ежегодно этот диагноз получают более 50 деток. Тем не менее, современные методы лечения дают шанс. Медицина не стоит на месте. И сегодня статистика говорит, детская выживаемость через 5 лет после онкологии сегодня равна 80%. Хотя ещё 40 лет назад эта цифра была в 10 раз ниже. Статистику подтверждает руководитель фонда Святой Белогории против детского рака Евгения Кондратюк. Через её организацию за 10 лет прошли более 3000 подопечных. Если ещё 10 лет назад рецидив лейкоза звучал как приговор, сегодня с ним справляются. Однако хватает и проблем. Есть такая проблема, как нехватка кадров, потому что тема сложная, и не каждый, даже врач, в неё приходит. Наши врачи, которые работают сейчас в онкогематологическом отделении, они уже взрослые, с опытом. Но всё равно невольно задумываешься о том, что будет дальше. Поэтому хочется, чтобы приходили молодые врачи, чтобы у них было время научиться. Второе. Это, наверное, такая не проблема, но всё же моё субъективное мнение, что в Белгородской области давно уже нужен онкоцентр. Это значительно повысит качество для наших белгородских детей из Белгородской области. И, наверное, такая проблема, о которой мы говорим всегда уже на протяжении, лично я говорю, лет 10, это онкопрофилактика, диагностика, раннее выявление, настороженность. Это очень важно для того, чтобы выявлять заболевания у детей на ранних стадиях. Одну из проблем Евгения Кондратюк озвучила Вячеславу Гладкову на одной из встреч. Нехватка первичной психологической помощи пациентам. Сегодня Вячеслав Гладков поднял эту тему. Речь о новом проекте, о тесной работе медиков и некоммерческих организаций. Взаимодействие между общественными организациями и врачами, оно очень, мне кажется, правильно. Люди, в основном, кто прошли через эту страшную болезнь, они понимают, что какие чувства, что нужно делать. У них есть прямая связь с врачами. А мы об этом с Андреем Александровичем договорились, чтобы в каждой ЦРБ были ответственные люди, которые бы помогали очень быстро отвечать на те вопросы, которые возникают у конкретного человека. Поэтому в ближайшее время я буду ждать Андрея Александровича вместе с Евгением. И мы надеемся, что у нас система заработает. Александра Третьякова, Валерий Ларьков, Евгений Цапков. Такой день на мире Белогорья.